Я засыпала в этот раз очищенные семена технической конопли. Там еще, правда, пока ничего не течет. Но уже пошло падать зимой. Кстати, кедровое раф-масло очень вкусное оказалось. Я вообще изначально никогда не пробовала кедровое масло. А оно чуть-чуть напоминает подсолнечное. Может, именно тем вкусом, как масло само по себе. Потому что само подсолнечное, которое нерафинированное, оно все-таки какой-то вкус имеет. Жмых тепленький. Он сжимается. Я потом хочу еще купить отдельно семена конопли не очищенные. Это я для семян конопли. И я выбрала сезон. Ну, в смысле, кунжут. Потому что они очищенные и как бы мягкие. А я для семян конопли, наверное, надо ставить уже микс. Вообще, как бы, хочу потом в интернете посмотреть. Потому что я смотрела обзор на него, как я уже говорила. И на каком-то программе там показывалось, на какой наделать можно делать. Я для семян конопли, но распечатки я не нашла. Я думаю, еще что-нибудь пожать на камеру тестового на него. В нем. Ну, а потом, может, буду просто делать уже отдельное видео. Как я выжимаю масло из различных семян и орехов. Вот через крышку. Может, не так хорошо видно, но если снять крышку, то он выключится. Но постепенно туда проталкивается лопаточкой. Там, видите, уже чуть-чуть появилась маслица. Вот где палец мой. В следующий раз попробую поставить его лицом в другую сторону, чтобы было видно, как капает с другой стороны. Потому что тут из-за того, что двойная как бы стеночка, не видно этого процесса так, чтобы уж сильно. Вот у нас сюда попал жмых в большом количестве. Говорит о том, что, возможно, сырье не очень свежее, несмотря на то, что на пакетике была написана иная дата, но как бы иная информация. Короче, то, что пытается продать людям под видом свежих вещей в Сбермаркет. Семена у меня слегка застряли, мне пришлось нажимать на реверс. Я думаю, что сейчас надо будет еще нажать еще раз. Нажимаем на паузу. И подержать несколько секунд. Вот реверс у нас так выглядит. В итоге я пришла к выводу, что семена надо подсушивать, они очень мягкие. Соответственно, у них, наверное, очень высокий процент влаги. Но такие подсушив, фиг знает, что от них останется. Не знаю, как подсушивать вообще, они очень мелкие. Я приобрету себе отдельно семена конопритехнической неочищенные, просто ядра. Ну, в смысле, не ядра, а именно семена. И попробую сделать, потому что у меня в итоге он остановился из-за того, что тут забился шнек. Сейчас надо это все будет извлекать. То, что я вот извлекла рукой, уже вытащив из сети. А это вот сам жмых. И, видимо, какие-то семена действительно были нормальные сушеные. Ну, сухие как бы, по консистенции то, что надо. А какие-то были внезапно влажные. Это все из одного пакета при этом. Там все-таки немножечко маслица есть. Вот та капляшка у меня в итоге вышла из-за того, что сырье было влажное. Ну, и там как бы попало еще в контейнер жмыха немножко. И я его уже снова процеживала. И просто часть жмыха у меня очень влажная вышла после второго процеживания. А то, что она накапала, мне просто лень стало было ждать, когда она же еще больше накапает. Вот, маслица такое. Сейчас я подсушиваю смесь семян. Советую от 80 градусов засыпать семя после того, как подсушили. Ну, в принципе, как же, допустим, как арахисовую пасту делать или желудочную. Советую от в блендере орешки тепленькие добавлять. Но, правда, в блендере надо подсушить, чуть-чуть остудить. В маслопресс можно добавлять 80 градусов температуры. Теплоты сырье Цельсия 80 градусов. Я сейчас немножко это помешаю. Проверю своим термоментом, сколько там градусов. Ну, и немножко попробую сейчас еще отжать. Все, что я тут шнек очистила. Камеру помольную тоже щеточкой все хорошо очистилось. Ну, и тут у меня есть жмых какой-то. Видимо, какие-то семена были нормальные. Как бы подсушенные, а какие-то были действительно влажные. Вот так. Неравномерно. Я не знаю просто как эти такие малюсенькие семяночки подсушивать. Поэтому попробую потом просто уже из цельных семян сделать масло. В итоге я часть сделала подсушенных. Ну, я подумала, что все-таки 80 градусов, как советуется. Может быть, на русский переводили какие-то немножко без мозги. Потому что даже вот из 52 градусов оно, видимо, было все-таки очень мягкое. И шел немножко сок, ну, в смысле масло из носика, где идет жмых. А вот тот, который я положила уже в другую часть, не подсушенных, прямо из коробочки. Вот этих семян. Оно шло уже реально таким просто жмыхом сухим. И оно более такой, более сухой жмых идет, чем вот из подсушенных на сковороде, остывших до температуры со 136, как у меня выяснилось, до 52 градусов Цельсия. Я думаю, что их есть смысл подсушивать, но все-таки подустудить. Ну, дождаться, когда остынут. И потом уже только насыпать. Какие-то семена действительно вот сыроваты были. Потому что у меня было, ну, где-то со столовую ложку в этой емкости потом, такого полужмыха от кедрового ореха, когда я первый раз делала позавчера. Поэтому какие-то семянышки действительно, ну, в общем, как бы из зерно изначально слегка подсушить. Ну, и потом уже только засыпать, я думаю, остывшее. А если оно герметично упаковано, мне кажется, просто там из-за того, что пакет этот полубумажный непонятно какой. Плюс еще они действительно сами по себе мягкие. Яблосемянка на плей. Как их подсушивать я пока не нашла. Вот у меня семена тут закончились. И, в общем, как бы потому что вот тут баночка, она герметично была упакована. И они все нормальные такие, как бы сухонькие семечки. Видите, вот здесь вот такая фишка. Хоть и есть лопаточка, но что тедровые орешки мне немножко оставались, они как-то примагничивались. Что эти семянышки? Я думаю, сейчас еще чуть-чуть подсыпать. Ну, дожать уже. Потому что, в принципе, он максимум может работать 45 минут, а потом 30 минут отдыхать. Но у меня уже почти час ночи, и я тут впахивала на благо нации. Блогерам все-таки тоже сложно иногда работать в короткий период времени 8 отзывов родить. И, в общем, доделаю тут чуть-чуть экспериментально. Пойду спать, а завтра, может, продолжу уже из каких-нибудь других. У меня еще есть кэшью ломаный. И надо, если орешки, семена вот больше по размеру, чем арахис, то советуется его сначала измельчить, ну, допустим, вручную как-то там скалкой или в измельчителе. У меня есть кедровый, ну, не кедровый, я уже жала, у меня есть, короче, бразильский орех, если хотела из него сделать масло. Потом у меня есть, вот он мигает, потому что крышка не закрыта, и как бы показывает, что работа не пойдет. У меня есть кэшью, он ломанный, есть миндаль. Хочу почистить своих лесных орехов. В этом году у нас урожая практически не было, от силы орешков 10, но с прошлого года еще остался. Даже из позапрошлого года, ну, двухлетней давности, и он, кстати, ничем не хуже, он вкусный по вкусу, но не знаю, подходит ли он для масла. Есть даже грецкие орехи, по-моему, им еще чуть-чуть, и скоро будет год, посмотрю, ну, они в шкурке. Очищу, посмотрю, как будет. Если нет, так не получится из них, то куплю уже потом отдельно грецкие орехи. И я поняла, что хорошо, что тогда купила кэшью ломанный, потому что есть орехи, которые крупнее, чем арахис, и их надо изначально ломать. Я думаю, что буду теперь покупать, постараться покупать именно ломанный орех. Он, во-первых, дешевле идет, во-вторых, уже его измельчать не придется. А тут я сделала смесь уже ежа, уже перемешала даже тут у меня жмых кедрового ореха и жмых ядер семян конопли. Можно сделать какие-нибудь конфеты, у меня есть молотая сушеная яблоко, оно тоже комкуется, как и это, потому что тут местами был мягкий жмых. Можно добавить меда, сюда просто утрамбовать и будет халва, можно просто каких-нибудь конфет наваять, можно лопать ложкой. Вот. Пока что не прощаюсь, потому что у меня, наверное, это будет сборное видео отдельно от обзора маслопресса, просто все те масла, которые я пытаюсь тут сделать из тех семян или орешков, которые у меня пока есть в наличии. Вот мое масло из смеси семян. Тут у нас черный конжут, белый конжут, семена тыквы, семена подсолнечника и семена дна. Я уже достала шнек, я поняла, что он немножко все-таки отличается от равмидовского шнека. И его действительно можно просто протереть тряпочкой, я сейчас использую тряпочку от Greenway, который стекла моют, и можете глянуть обзор прошлогодний от Greenway. Короче говоря, вот тут он еще немножко капелька какая-то капает чуть-чуть. Шнек, ну в смысле саму помольную камеру, шнек тряпочкой притираю, а помольную камеру она у меня очень нехорошо, на самом деле я уже привыкла и приноровилась очищаться без всякой воды и чего бы то ни было ершиком. Ну в общем шнек и помольная камера я сейчас убрала ее, здесь просто закрыла носик на случай любопытства некоторых кошек. Сейчас гляну, сюда ничего не накапало в этот раз. Ну и как бы я оставила саму вот эту емкость тут и в этот раз сюда ничего не нападало тоже. Это все-таки зависит от сырья действительно, он по многим параметрам отличается от равмидовского и не только внешне, но и вообще. И в общем как бы мелкие такие запчасти я убрала, тазик из-под жмыха я жмых пересыпала по большей части вот сюда. У него такой интересный запах, учитывая, что у меня где-то одна треть была сырья, которая в сковородке грелась, подсушивалась, и две трети было сырья, которая не подсушивалась. И вот за счет хорошей упаковки, которая семена тоже уже брала, эндокси мне вообще очень нравится, у меня уже было что-то от эндокси. У меня трясниковый, пардон, кокосовый сахар был от эндокси, он еще жив, и, по-моему, кино тоже от эндокси. Короче, эндокси мне нравятся, они хорошие, довольно качественная продукция. Покупала тогда на вайтбрессе, что-то довольно бюджетно меньше, чем 400 рублей за этот килограмм. И вот за счет того, что тут, то есть, сырье было хорошо просушено изначально, в принципе, его можно было даже и не сушить. У меня никакого тут супер такой пены осадочной нету, как было, допустим, первый раз, когда я делала из кедрового ореха, и как потом жмых сюда попшел из семян конопли, я для семян конопли. Но я в интернете почитала, что до 40 градусов их примерно надо подсушивать. Попробую потом, может, на поддончике сушилки на 40 градусах посушить на коврике для запекания, потому что там у меня как бы сушилка с такими дырочками крупными, что у них провалится этот жмых. И вот у меня это масло. Я вытащила все, оно докапывало, оставила даже, не стала вытаскивать. Ну, в смысле, оставила это все вот, чтобы оно докапало прямо через решеточку. Решеточка, кстати, по мне, кажется, двойная, такая очень плосная. Ну, и я приноровилась помольную камеру и шнек чистить без воды, соответственно, тканью и щеточкой. А вот эти уже я мою горячей водой. Ну, первый раз я мыла с жидким средством для мытья посуды от парлинь. Но я подумала, что лучше все-таки, наверное, отмывать горчичным порошком, который у меня есть. Горчичный порошок очень хорошо масло отмывает. И вот после этого оно у меня отстоится, стечет. Завтра, наверное, горчичным порошком и помою. Ну, и буду так вот чистить его. Я даже в какой-то момент подумала, что когда уже масло пошло через носик вот с этого, с этих семян. Причем те, которые на сковороде были, что мне, наверное, не судьба с маслопрессом. И как бы намек на то, что, как моя подружка сказала, тебе что, не судьба купить масло в магазине? Зачем тебе какое-то вот такое? А потом подумала, что надо попробовать еще. И вспомнила, что вот могут быть такие проблемы, когда сырье не совсем той кондиции. Вот. Завтра я попробую еще что-нибудь отжать. А потом буду есть, пить и обмазываться этими маслами. Вот оно отстоялось. Ну, так-то кажется, что все такое же. На самом деле там где-то вот, ну, с полсантиметра слой этого, того, что отстоялось. Ну, так видно, что оно отстоялось. А я убирала в холодильник, оно прям густое-густое было. Я сюда немножко жмыха положила в творожок. Сейчас хочу сегодня творожок сделать с этим маслом. Ну, мед добавлю. И, может, яблок таких. И, может, яблок таких. За кадром делать это...